Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, братья и сестры, мы собрались с вами в храме для того, чтобы молитвенно прославить и почтить святых бессеребреников и чудотворцев Косьмы и Демиана Осийских. Когда священник совершает проскомидию, прежде чем поминать живых и усопших, он вынимает частицы, посвященные ликом святых из специальной просфоры, девятичинной. И вот сначала он вспоминает пророков, потом апостолов, святителей, мучеников, преподобных, и, наконец, доходит череда и до тех святых, которых люди называют бессеребрениками. Представьте себе, в этих девяти чинах святых нашлось место и для тех братьев Косьмы и Демиана Осийских, которых мы вспоминаем сегодня. Надо сказать, что они не просто бессеребреники, но и врачи. И более того, церковь знает три пары святых, Косьмы и Демиана, которые прославились тем же самым подвигом. Они были врачами и при этом не брали за свое врачебное искусство мозды или платы, так как хорошо понимали, что тот дар, который они имеют, врачевать людей, он дан свыше. И приняв этот дар даром, так же даром и щедро эти святые даром исцеления делились с людьми. Те святые, которых мы вспоминаем с вами сегодня, они прославились в одной из римских провинций, которая называлась Осия. Есть еще пара римских святых и пара аравийских. Почему их называют аравийскими, сказать трудно. Может быть, они родом происходили из этого места, так как подвязались они в Киликии. То есть это часть Великой Армении на рубеже 3-го и 4-го века, к которому относится их жизнь. Надо сказать, что к врачам было всегда особое отношение. Ведь обратите внимание, не воины вспоминаются, не судьи вспоминаются, а именно врачи. Потому что, очевидно, с судьями, от которых так же зависит жизнь человеческая нередко, не все люди в своей жизни сталкиваются, а вот с врачами сталкивается большинство. Отсюда и особое отношение к этому чину врачей, тем более врачей-бессеребренников. Надо сказать, что и во времена Христа, и во времена жизни святых Косме и Демиана медицина была достаточно развита. Брались лечить почти все. Другое дело, как это делалось, но существовали и дантисты, существовали и хирурги, делались полостные операции. Но если мы посмотрим на те хирургические инструменты, которыми пользовались врачи, то больше они нам напомнят орудия пыток. Но, тем не менее, люди получали облегчение, к врачам шли. Врачи были разные, честные и не очень, талантливые и не очень. Вот Косме и Демиан, Осийский, они в себе все самые прекрасные, самые лучшие качества врачей вобрали. В какой же сложности делались операции? Вот в одном из жизнеописаний о радистах Косме и Демиана рассказывается о том, что даже пришили братья взятую у только что умершего человека ногу на место, полностью утраченный у человека живого. Правда это или нет, но тем не менее, в жизнеописании врачей аравийских, Косме и Демиана это вошло. То, что касается святых бессеребреников, которых мы сегодня память с вами совершаем, они всегда были очень почитаемы не только в Осии, не только в Римской империи, в Восточной и Западной строили им храмы, но и на Руси. Существует такое предание, что раз святые не брали деньги за свое врачебное искусство, то они чем-то другим подзарабатывали. Так вот, кузнецы русские считали Косме и Демиана Осийских своими небесными покровителями. То есть в свободное время предполагали наши земляки из достаточно далекого прошлого. Косме и Демиана в свободное время зарабатывали на жизнь тем, что ковали тем, чем могли заработать этим кузнечным ремеслом. И вот на Косме и Демиана 14 ноября кузнецы работали даром, а если они зарабатывали деньги, то жертвовали их нищим или на храм. Был такой замечательный в средние века у нас на Руси обычай. Надо сказать, что у Косме и Демиана жили то, что сейчас называют в горячей точке. Это границы современной Сирии и Ирака. Все из истории, из современной близких нам знают, что до сих пор там идет непрекращающаяся война. Но и в прошлом войны на этой границе случались очень часто, так как Римская империя граничила сначала с Парфией, а потом с Великой Персией. И регулярно происходили военные столкновения. Война всегда приносит смешение. И в том месте, где жили Косме и Демиан, было много разных национальностей. И поэтому свое врачебное искусство святые всегда сопровождали проповедью, в которой люди нуждались. И вот с помощью Божьей и опираясь на те таланты, которые Бог дал в врачевании, лечили людей, искали нищих, искали тех, кто совсем не мог заплатить за исцеление. Но также и не забывали про животных, которым тоже святые приносили облегчение. И что же можно выделить как главную черту этих святых? На первом месте у них все-таки было использование того таланта, который дан им Бог. И вот если во всем объеме мы подражать, конечно же, этим святым никогда не сможем, то каждый на своем поприще на первое место ставить именно работу или ремесло, которое мы исполняем, служение, которое мы исполняем, на первое место все-таки ставить само служение, а не ту благодарность, которую мы взамен ожидаем. А проще всего это сделать не просто за счет силы воли, а именно тогда, когда мы любим то, что делаем. Когда человек любит, он без особого труда преодолевает те сложности временные, которые выпадают на пути этого служения. Да помилует нас Господь по молитвам святых бессеребриков и чудотворцев Косьмы и Демиана. Аминь.